В 1995 году я оказался за границей, в Австрии, в штурме Грац, которого возглавлял как раз Осим. Играл сам в Австрии, 90-х година, в экипе штурма из Граца, когда тренер был Ивец Осим. Очень был жесткий и требовательный он на футбольном поле, по тренировкам, по дисциплине на поле. Что касается него как тренера, ВМА был строг, как на трене, так и ван-терене, что касается дисциплины на трене и ван-терене. Но после тренировки он был нормальный, хороший человек. После тренировки он был нормальный человек и с ним все могли нормально поговорить. И очень на меня, конечно, это повлияло. Я увидел, что действительно тренер человек, который строгий на тренировке, но справедливый в жизни. И он со мной разговаривал только по-немецки, либо там что-то какие-то английские слова говорил, чтобы я понимал. И он же говорил со мной на языке, нечто мало на английском, чтобы я понимал, но... А в штурме была такая традиция, что после каждой домашней игры, все команды, с женами, с детьми, мы ехали в ресторан, там, кушали, выпивали. И така была традиция в штурме, что после тренировки мы обычно с женами, с родителями, и так как мы были вместе, все были в одной кампании. А моему сыну было 4 года. И имел сына, который имел тогда 4 года. И тренеры всегда сидели там в отдельном зале. Тренеры были всегда в особом, в некотором пространстве. И однажды сын там убежал, играли они с детьми, околу тренерского стола. И сын, нешто, десилося нешто, па я отрчал, ситуация была таква, да я нашелся близо стола, на коме суну налазили тренеры. И я вышел и услышал как осим на чистом русском языке с ним разговаривает. И тогда я вышел, слышал как осим Ивица, осим притча со моим сыном на русском языке. То есть насколько он был умным человеком, что не хотел, чтобы со мной разговаривать на русском, чтобы я как можно быстрее адаптировался и учил немецкий язык. Поэтому этот человек для меня остается тренером номер один. Ну, что касается Спартака, мы пришли в конце октября, команда до нас проиграла пять игр подряд. Что сетича ситуации у Спартака, премьер, что мы дошли, экипа изгубила шесть утекмица за рядом. Да, очень сложная была ситуация. Мы сразу увидели, что игроки, в первую очередь, психологически находятся в плохом состоянии. И оно, что мы прежде всего отметили, что психологическая экипа была на очень плохом уровне, что сетича психологии. Физическое состояние тоже было неважно. Также и в физическом плане. Поэтому самое главное было объединить ребят, чтобы они поверили в себя. Там очень хорошо так получилось, что перерыв был на игры сборной 14 дней, поэтому нам удалось поехать в Златибор на 10-дневный сбор. И имали смо срещу, что была пауза в первую очередь, две недели, где мы успели идти на Златибор. И вот там работали как раз над физической подготовкой, над психологической подготовкой. И успели смо там да мало порадим, что сетича психологии, на плану психологии и колко было возможно на плану физики. И считаю, что ребята в нас поверили, они сумели объединиться и начали выполнять те требования, которые мы к ним предъявляем. И сигурно, что игроки существенно начали подвести себя и верить в то, что от них нужно. Конечно, хотелось бы набрать больше ачков, чем мы набрали. Сигурно, что мы могли бы взять больше бодов, чем мы взяли. И если в обороне мы сумели команду организовать, те требования, которые мы им сказали, они выполняют. Значит, до некли успели смо да у отбрани доведемо некую ситуацию, да они веще поочинят да добро делу у отбрани. То в атакующих действиях, конечно, есть проблема. Между тем, у нападу има мало више проблема. Но если в обороне есть законы футбола, как в математике 2 плюс 2, 4, то так же и в обороне мы говорим, что надо действовать в такой ситуации так, это законы футбола. Конечно, в атаке уже в большей степени решают индивидуальное мастерство футболистов. Сигурно, что в нападе зависит от индивидуального квалитета игроков. Например, мы проиграли игру с Металовцем 1-0. Но создали столько моментов, сколько не создавали за все те игры, которые мы здесь работаем. И вот, конечно, от этого индивидуального мастерства ребятам нашим не хватило. Сигурно, что индивидуального квалитета недостает индивидуальный квалитет. Семнадцатого мы завершили декабря ту часть чемпионата. Был отпуск, десятого вышли из отпуска января. Сейчас, до 29. января, готовимся здесь, в Суботице. И спремачемо се в Суботице до 29. Проведем две приятельские утокмицы. Одну в Мадьярске с Бекешчабом. Одну проведем с Бачкой Топола в Суботице. И 29. уедем в Македонию. Там у нас будет четыре товарищеских игры. И там будем отыгрывать четыре приятельские утокмицы. 12 февраля возвращаемся и уже непосредственно начинаем готовиться к матчу с Ваеводиной. И тогда отлазим на припреме, имамо четыре утокмиче тамо, и возвращаемся и спремачем за утокмическу с Ваеводиной на прву утокмическу в Новом Саду.